Дамы и господа, добро пожаловать на шоу «100 рублей на мечту». Это первое в истории краудфандинговое шоу, в котором сбываются ваши мечты. Все, что для этого требуется, это поделиться своей мечтой с другими. И, возможно, они поделятся своими деньгами. Прошу поприветствовать нашего гостя, Александра. Всем привет. Меня зовут Александр. Я профессиональный бизнес-тренер. У меня есть мечта, и поэтому сегодня я хочу попросить денег на написание книги. Как заработать миллион за 60 дней. Здравствуйте. Меня зовут Лиза. Моя мечта учиться в Вене, в школе изобразительных искусств. Я хочу стать художником, как мой дедушка. Он рисовал иллюстрации к детским сказкам. Встречайте! Человек с мечтой – Евгения! После страшной аварии Евгения лишилась и зрения, и слуха. Однако, она не перестала верить в свою мечту стать профессиональной певицей. И она научилась петь, невзирая на свой недуг. А ты образование-то получил, чтобы книги писать? Ты писать вообще умеешь? Вот именно. Еще один неудачник. Получается, что ты хочешь учиться за границей тому, как всю жизнь не работать? Да у нас тут люди на трех работах горбатятся. Приспособленцы работать не умеют нормально. Кажется, у нас тут небольшие технические неполадки. И маленькое чудо в придачу. Евгения, к вам вернулся слух? Очень жаль, но мечта сегодня не сбылась. Стоп! Ну, пожалуйста. Мне очень нужны деньги. Они мне ноги сломают. Сегодня мы познакомимся с нашим следующим участником Кириллом. Кирилл! Стоп! Готов? Да, пишем. Всем привет! Это шоу «100 рублей на мечту». И с нами сегодняшний участник Кирилл. Кирилл, что сподвигло вас участвовать в нашем шоу? Я смотрел это шоу много лет. С самого детства. Часто с друзьями его смотрим. Мне кажется, моя мечта может помочь не только мне, но и другим людям. Кирилл, это очень благородно. Мы желаем вам удачи. Снято. Кирилл, я так рада, что вы пришли. Вы волнуетесь. Ну, немного. Ну, ничего страшного. Первый раз всегда так. Но как только ты попадаешь на студию, зажигаются огни. И магия сама начинает работать. Ты вдруг осознаешь, что телевидение – это лучшее, что есть на свете. А знаете почему? Ну, почему? Потому что телевидение всегда говорит только правду. Правда? Правда. Я понял. Вы мне жизнь сломали, сволочи! Ну что? Вы готовы начать лучший день в своей жизни? Сейчас на секундочку ко мне в кабинет забежим. Нужно подписать кое-что. Ну и всякие формальные штучки утрясти. Для начала я хотела бы попросить вас ответить на несколько вопросов. Стандартная процедура, ничего особенного. Отвечайте как есть, не заморачивайтесь. Хорошо? Хорошо, давайте. Вот знаете, так приятно смотреть на людей, которые к нам приходят. Если у тебя есть мечта, ведь сразу виден блеск в глазах. Человек горы готов свернуть. Да он своим позитивом заряжает всех вокруг. Итак, страдаете ли вы суицидальными наклонностями или каким-либо психическим расстройством? Что? Употребляете наркотики или антидепрессанты? Нет. Неконтролируемые вспышки насилия? Нет. Да, все говорят нет. Отлично. Осталось подписать только вот здесь. И вы официальный участник шоу «100 рублей на мечту». Кирилл, какого хрена? Я видела сейчас промку с тобой. Ты реально пошел туда? Ты же мне обещал. Ладно, ты сам. Ты меня обозорить решил? Послушай меня. Просто успокойся и выслушай меня. Хорошо? Нет, это ты послушай. Ты вообще осознаешь, что ты делаешь? Еще один клоун в сраном шапито. Как мне потом в глаза людям смотреть? Я понимаю, как это выглядит. Но ты можешь просто мне довериться. И это не просто. Я уже доверилась. Ты обещал, что не пойдешь. Я все, мы все, у нас все, понял? Не звони мне, не пиши. Я тебя не знаю. Света, подожди. Нет, нет! Это живой человек! Как мы его оставим? Что? Боже, ядритель. Вот ты меня напугал. Это я напугал. Ладно, я просто не заметил, как ты зашел. Подождите. Я вас, кажется, узнал. Все ясно. Где тебе расписаться? Что вы делаете? Я? Я репетирую роль на фильме. Я вообще-то актер на секундочек. Погоди, а ты не наш сегодняшний пациент? Ну да. Отличная мечта, кстати. Прямо то, что надо. Страшно? Немного. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, что ты на вершине, что это самый значимый момент в твоей жизни и бла-бла-бла. Но на самом деле это дыра, парень. Не любите телевидение? Я тебя умоляю. Я готов играть пятый труп слева у любого провинциального молокососа, который хочет снять самый умный фильм на свете. А получается хрена так, с диалогами и с жопой ворованными постерами. Так, дружище, у тебя там нет бумаги? Нет, нету. Полтинник не одолжишь до вечера? Зачем? На кофе. Знаешь, почему люди смотрят телевизор? Чтобы лишний раз в окно не смотреть. А кино не для этого? Ты кино не трогай. Кино это святое. Кино людям в душу заглядывает. А телевидение куда заглядывает? Ты идешь? У нас эфир через пятнадцать минут. Впечатляет, да? Первый раз всегда так. Сначала ты в восторге, а потом ты уверен, что Дима тебе специально в глаза светит говно такое. Нервничаешь? Да, немного. Шикарная мечта, кстати. Слушай, я тут режиссер, поэтому просто пару правил. Старайся держаться естественно, не переживай сильно, в камеру лишний раз не пялься. Да, кстати, если захочешь башку ему разбить, просто подай мне какой-нибудь знак. Ну, подмигнили, типа того, чтобы я успел взять крупный план. Крупный план — это эмоции. Так что не держи в себе. Ну и все. Остальное тебе Алиса расскажет. Не ссы, у нас здесь еще никто не умирал. Ну, в студии я имею в виду. Дамы и господа, добро пожаловать на шоу «100 рублей на мечту». Это первое в истории краудфандинговое шоу, в котором сбываются ваши мечты. Все, что для этого требуется, это поделиться своей мечтой с другими. И, возможно, они поделятся своими деньгами. Прошу поприветствовать нашего сегодняшнего гостя. Встречайте! Кирилл, человек с мечтой! Кирилл, да вы расслабьтесь. Мы не кусаемся. Обычно те, кто кусается, как раз таки на вашем месте. Ну, Кирилл, вы готовы поделиться своей мечтой с нами? Кирилл, вы уже, наверное, поняли. Я сегодня здесь по той же причине, почему и все остальные. Мне нужна ваша помощь. Только боюсь в моем случае все еще хуже. Потому что у меня нет мечты. Знаете, я смотрел эту передачу раньше. Видел столько странных людей со странными мечтами. Но даже они знали, зачем они просыпаются по утрам. Они знали, куда им нужно двигаться, когда путь кажется невозможным. У них была причина сделать первый шаг. Но не у меня. Мои друзья мне говорят, что я живу не своей жизнью. И правда, как-то я об этом думаю, мне кажется, что я вообще не живу. Каждый мой новый день похож на предыдущий. Я могу описать тот день, который станет для меня последним. Я проснусь утром, посмотрю в потолок. Ключу компьютер, посмотрю новости, которые забуду через 10 минут. Пойду на работу, которую не люблю. К тем людям, которые мне не нравятся. Буду заниматься там бесполезными вещами, которые никому не нужны. Просто чтобы старости с голоду не умереть. В конце дня пойду домой, потому что идти мне больше некуда. Ключу телевизор, буду смотреть его, потому что смотреть мне больше нечего. Именно по этой причине я и пришел сегодня сюда к вам, чтобы вы поделились со мной своими мечтами. Какой неожиданный поворот. Что ж, мы вынуждены уйти на рекламу. Но не переключайтесь, потому что мы вернемся гораздо быстрее, чем вы думаете. Все, ушли на рекламу. Ты что творишь, скотина? Ты же крестным ходом хотел до Берлина идти. Да, я соврал. Он соврал. Он соврал. Тебе не стыдно врать на телевидении? Немного. Далеко пойдешь, парень. Денис, это что за херня? Просто продолжаем. Ничего страшного не произошло. Ты же профессионал. Работай. Ну, хорошо. Три, два, один. Начали. Большое спасибо, что остаетесь с нами. И мы торжественно запускаем наш счетчик. Это была чертовски проникновенная и трогательная речь. Скажите, Кирилл, а часто вы врете в повседневной жизни? Вообще не часто. Но если быть откровенным, совсем недавно мне пришлось обмануть близкого мне человека. Я очень тронут, Кирилл. И тем временем у нас первый звонок. Да, мы слушаем вас. Говорите. Алло. Короче, я тут подумал. Я бы хотел годовой запас шаурмы. Это было бы круто. Как мило. Кирилл, вы любите шаурму? Не знаю. Наверное. Говорите, мы слушаем вас. Всем хай. С вами Иван Плей. Чувак, не слушай эти клаймеры шаурмой. Купи себе четкую тачку и шикарный костюм. Статус, чувак, это все. Он тебе любые двери откроет и сам себя уважать будешь. Да. А еще девчонки всегда будут. Всем хай. С вами был Иван Плей. Йоу. Молодой человек, он машину себе купит, а ты даже комнату снять не можешь. Мам, я тебе уже сто раз говорил. Я стример, окей? И я куплю себе и машину, и квартиру, и вообще, что захочу. Только ограниченные люди могут мечтать о машинах и там о фигне всякой. Вы вообще помните, что мы в таком прекрасном мире живем? Путешествуйте. Всю жизнь можно не оставаться на одном месте. Путешествуйте. Да, говорите, мы слушаем вас. Во-во, вам бы лишь бы свалить куда, уроды. Ну и валите, кому вы там нужны-то? Будешь всю жизнь как неприкаянная шататься туда-сюда. Ни семьи, ни друзей. Просто небо коптите и все. Надо в тело все вкладывать. Бизнес открывать. Вот это настоящий эгоизм. Машину хочу, путешествовать хочу. Я, я, я. Да у этих людей только свое я и есть. Да просто жалкие самовлюбленные полудурки. Благотворительностью нужно заниматься. В Африке дети каждую минуту с голода умирают. А этому бытлу-то ему лишь бы себе хапать и хочется. Да потому что скучна жизнь, когда стремления нет. Дура! Да, мы слушаем вас. Алло, добрый вечер. Молодой человек, Кирилл, не заводи детей рано. Поживи для себя. Мам! В здании бомба. Я вас всех взорву. Александр? Александр, это вы? Мы вас узнали. Александр, откуда у вас деньги на бомбу? Ну что же вы, Александр? Да, мы слушаем вас. Просто постройте свой дом и не парьтесь. А то вам тут сейчас насовет. Просто копите деньги и все. Потом еще спасибо скажете, когда все рухнет. Экономика. Она ведь на долларе держится. А доллар это мыльный пузырь. Он за собой на дно все потянет. Чего ты лезешь ко мне? Дай, я по телефону договорю. Да, мы слушаем вас. Говорите. Вы знаете, у меня тоже есть мечта. Я мечтаю быть рядом с любимым человеком. Ради этой мечты я готова забыть и отпустить все обиды. Ведь счастье есть только тогда, когда есть с кем его разделить. Остаются считанные секунды до окончания приема ваших пожертвований. И все. Что ж, давайте выведем на экран ту цифру, которую наши зрители пожертвовали на осуществление мечты Кирилла. Охренеть. Кирилл, вы успели выбрать себе мечту? Кирилл, скажите что-нибудь нашим зрителям. В конце концов, они были крайне щедры к вам сегодня. Я... Я хотел... Можно мне воды? Просто сложно подобрать слова, чтобы описать все мои чувства. Спасибо вам. Спасибо вам всем за то, что вы делились самым сокровенным, самым дорогим, что у вас есть. Своей ненавистью. Спасибо вам за то, что вы делились ее сегодня друг с другом. Как я уже сказал, у меня нет мечты. Это чистая правда. А что может человек без мечты? Да он же даже не живет, он существует. Как? Зачем? Да просто так, по инерции. И хорошо, когда есть мечта. Плохо, когда она не сбывается. Но никто же в этом не виноват, правда? Ну, то пошло не так, это пошло не так. Ваша мечта была слишком несбыточной. А может, это вы подвели ее, а не она вас? И что после этого остается? Ненависть. И так щедро вы делились раз за разом, выжигая мечты всех, кто сюда приходил за поддержкой. Ведь если бы хотя бы один человек сказал, слушай, а ты прав, это стоит того, чтобы попытаться, это хорошая причина для того, чтобы жить, вот тогда не все было бы потеряно. и теперь из-за таких, как вы у меня нет мечты. Потому что я боюсь. Я боюсь того, что я ошибусь. Я боюсь того, что у меня ничего не выйдет. Я боюсь того, что моя мечта будет лишь глупостью, на которую я потрачу всю свою жизнь. Я боюсь у вас. Но не все так плохо, правда? У меня теперь есть ваши деньги. Целая куча. Куплю на них какую-нибудь фигню. Может, остров? А? А вы, вы все можете взять свои мечты и засунуть себе их обратно в душу. Потому что моя мечта сегодня сбылась. И на... Света, счастье есть только тогда, когда есть с кем его разделить. Да это же из фильма в диких условиях. Мы его смотрели с тобой две недели назад. Ты что думаешь, что я... И на этой замечательной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Давайте еще раз поздравим этого обаятельного парня всем, что его мечта сегодня сбылась. Доброй вам ночи. Мечтайте. И ваша мечта обязательно сбудется. Стоп. Вот это было шоу, парень. Ха-ха-ха-ха. Знаешь, я, наверное, куплю этот канал просто, чтобы тебя уволить. Это было бы просто шикарно. Боже, как я ненавижу свою работу. Как тебе? Спасибо за кофе. Но теперь ты полную сумму набрал. Да. Изойди к Алисе. Она тебе приз отдаст. Прямо сейчас? А почему нет? Веселись, богатей. Спасибо за шоу. Хоть раз в жизни было что-то по-настоящему. Так быстро? Это типа чек? Не совсем. Это что? Ваш выигрыш. Вы шутите? Я столько денег выиграл. Да, вы выиграли, но вы же подписали контракт. А канал получает определенный процент в случае достижения минимальной суммы. Плюс налоги. Да какие налоги? Вы что, издеваетесь? Ну это все формальности, ведь до вас никто ничего не собирал. Но я уверена, что вашу благую цель поддержат многие. У вас все получится. Какую цель? Крестный ход. Ты передачу вообще смотрела? Да я вообще телевизор не смотрю. Все вроде в общем хорошо. Вроде сытно и светло. Все вроде ладится. Отчего же там внутри? Все сжалось и болит. Предчувствием своим Не хочешь верить ты. Но все можно изменить. Пока. Вроде есть же все цвета. Вроде яркие они Переливаются. Отчего же там внутри? Все серое В тени. В холодный вечный мрак Все опускается. Но все можно Изменить Всегда. Да! Все можно изменить Сэкта! 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 Продолжение следует...